И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 1-2. Святитель Иоанн Златоуст видит причину произнесенного Христом в том, что окружающие дивились и не могли поверить его прежним словам. «Се, оставляется дом ваш пуст». Блаженный Феофилакт Болгарский, в свою очередь, связывает сказанное с намерением Божественного Учителя отклонить своих последователей от привязанности к земному и направить в Иерусалим Небесный. Еще более аллегорическое толкование предлагает святитель Иларий Пиктовийский, утверждая, «Господь сказал, что все должно быть разрушено, что не останется там камня на камне, поскольку уже освящался Вечный Храм как место обитания Святого Духа. Этот Вечный Храм – человек, который становится достойным обитания Божьего через познание Сына, исповедание Отца и послушание заповедям». Пророчество о здании Храма составляет предисловие к апокалиптической беседе Христа, которую передают апостолы Матфей, Марк и Лука. Перед этим Господь сказал фарисеям, «Се, оставляется вам дом ваш пуст, то есть Храм Господень». Храм Господень был видимым свидетельством обитания Бога среди народа израильского, хранения его Богом. И это свидетельство будет разрушено, как тогда, при Вавилонском нашествии, когда Господь прогневался на Иудею за все ее злодеяния. Второй храм был построен вскоре после возвращения из Вавилона при Заровавеле. По сравнению с храмом, разрушенным Навуходоносором, он выглядел скромно, казался, по слову пророка Аггея, как бы ничем. Тем не менее, Бог почтил веру строителей и пообещал прославить этот храм еще более. Ирод I, который возвел много дворцов в Иерусалиме и Иудее, решил перестроить и храм, чтобы он стал самым замечательным зданием в столице. Он обратился к народу, заверив, что у него достаточно богатства, а римляне дружелюбны, и, как следствие, настало благоприятное время построить храм. Властитель приказал привезти камень для строительства, и, когда народ уже убедился, что материала достаточно, приказал снести старое здание вместе с фундаментом и фактически создал новый храм на том же самом месте. Строительство самого храма окончилось через полтора года большим праздником, как при Соломоне. Еще восемь лет ушло на строительство стен и галерей на Храмовой горе. Новый храм, согласно Иосифу Флавию, имел 100 локтей в длину и ширину и 120 в высоту. Считая локоть равным 45 сантиметрам, получаем 45 метров в длину и ширину, 54 метра в высоту. Московский храм Христа Спасителя почти вдвое длиннее и шире, и вдвое выше. Но для того времени это было огромное сооружение, не уступающее по величеству Афинскому Парфенону. Храм был сооружен из огромных мраморных камней и был подобен царскому чертогу. Снаружи здание было обшито толстыми золотыми листами, блистало ослепительным огненным сиянием отражающегося солнца. Входные двери были украшены пестрыми занавесами, на которых были вышиты цветы, а над входом спадала золотая виноградная лоза. Драгоценная древесина и вавилонские ковры дополняли облик храма. Вокруг строения были военные трофеи, доспехи иноплеменников. Три двора – священнический, мужской и женский – обнесены были высокой оградой 225 на 225 метров, за которой простирался необъятный двор язычников, ограждаемый колоннадами. Всего колонн было 162. Они были выполнены в коринфском ордере и поражали тонкостью работы. Таким образом, храм Господень достоин был считаться восьмым чудом света. Израильтянам он казался вечным, а значит, вечно должен был стоять и Израиль. Но они заблуждались, подобно современникам пророка Иеремии, для которых звучали его грозные слова. «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень». Потому что за пренебрежение законом Божиим Всевышний может отнять и храм. Во времена Христа иудеи уклонились в нечестие фарисеев, саддукеев и иеродиан, но их призывал к покаянию тот, кто больше Иеремии. Однако они не покаялись и в этот раз. И у них был отнят храм, а вместе с ним отняты и жертвоприношения, ставшие ненужными по причине крестной жертвы Христа и заключения Нового Завета. И Христос предсказывает об этом страшными словами, не допускающими двусмысленного толкования. «Не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Истинность этого пророчества очевидна. Ни следа не осталось ни от храма, ни от принадлежащих ему зданий, ни от оград внутреннего двора, ни от западной стены и притворов двора язычников. Стена Плача, единственный уцелевший фрагмент сооружений Ирода, сейчас считается частью подпорки, построенной для расширения храмовой горы. Святое место занимает мечеть Аль-Акса. Свидетелем падения Иерусалима и разрушения храма был Иосиф Флавий. В 70-м году Иерусалим был ужасным местом. Снаружи римские легионы, а внутри эпидемии, бесконечные распри группировок, голод, устроенный фанатиками. Восстание началось надеждой, что вот-вот явится Мессия и сокрушит римлян, и во время осады Иерусалима защитники держались, но надежды их таяли. А Господь даже непокорным иудеям посылал знамение, что благодать его уходит из храма. Перед этим в праздник Пятидесятницы священники, войдя в притвор здания храма, услышали как бы суету и шум, после чего раздалось множество голосов. «Давайте уйдем отсюда!» Во время осады Иешуа, сын Анана, которого одни считали сумасшедшим, а другие пророком, восклицал «Горе городу, народу и храму!» Когда он прибавил «Горе также и мне», камень из осадной машины убил его. И вот наступил день 9 ава, который совпал с 4 августа по юлианскому календарю. 9 ава – день национального траура евреев. В этот день был сожжен вавилонянами храм Соломона. Войска Тита уже заняли крепость Антония, ближайшую к храму. Тит распорядился не поджигать храм, даже если в нем будут сопротивляющиеся воины. Это здание, говорил он, достойно быть украшением Римской империи. Но иудейские мятежники напали на римлян в колоннаде двора язычников, а отряд оттеснил их к самому зданию. Один из солдат неожиданно схватил пылающую головню и бросил ее в золотое окно храма. И иудеи, отчаянно вопя, устремились тушить святыню. Поднялась давка, в огне гибли иудеи и римляне. Легионеры, словно не слыша приказа тушить пожар, в ярости рубили вооруженных и безоружных. Была надежда сохранить внутренние помещения храма, но войска не слушались. Некто поджег и внутренние двери. Храм горел, а в городе шла резня. В 130 году развалины Иерусалима посетил император Адриан, намеревавшийся построить здесь новый город под именем Элия Капитолина. Тогда сбылось пророчество Михея. Сион распахан будет как поле. На храмовой горе не осталось и камня на камне. Из этих грозных событий научимся правильному отношению к святыням. Благодать Божия действует через храмы, чудотворные иконы, мощи святых, но если мы будем противиться Духу Святому, то лишимся не только благодатной помощи, но и самих святынь. Еще не восстановлены все храмы, порушенные большевиками. Однако, невзирая на то, что их восстанавливают, если русский народ безнадежно утратит веру, его не спасет никакое внешнее благолепие. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok